Всем привет! С вами Андрей Санар. Сейчас уже середина дня, не раннее утро, и что-то внезапно мне захотелось поехать на Финский залив в Зеленогорск, покататься на Бигфишпаке и, может быть, чего-нибудь поймать. Это уже стало моим полюбившимся форматом, когда я налегке на электричке доезжаю до какого-то удаленного места, а дальше уже путешествую, опять же, на электросамокате. При этом очень удобно, я не имею какой-то привязки к точке высадки, к точке заброски, поэтому могу высадиться на водоем, где хочу, и собраться на водоеме, где хочу. Я не думаю, что я там что-то поймаю, на разведку времени нет, уже вечереет, а я еще только выезжаю. Но я постараюсь максимально подробно и сжато рассказать о Бигфишпаке, который самая крутая легкая рыболовная лодка. Ну, а вот прибывает электричка, и через полчаса я уже буду в Зеленогорске. Субтитры сделал DimaTorzok И вот я уже на морском побережье, сейчас буду надувать лодку и отправляться в путь. Давайте посмотрим, что у меня здесь в рюкзачке лежит. Хочу отметить, что рюкзак куда больших размеров, чем сама лодка в свернутом состоянии. Это мой осознанный выбор. Почему? Потому что я в этом рюкзаке, кроме лодки, таскаю еще соизмеримый, с размером лодки, шмурдяк. Здесь достаточно объемный мешочек со всяким вспомогательным оборудованием и с провизией. Обязательно спас жилет наш НСЖ Ультралайт, который недавно получил сертификацию как именно спасательный, а не страховочный жилет. Весло-звездочка. Очень такая массивная коробка с приманками. Здесь собран самый универсальный вариант. Годится для рек, для озер, для морей. Есть и воблеры, есть и джик. Есть вращающиеся блесны, колеблющиеся блесны. И вот эта коробочка весит, ну, как половину Пакрафта, это точно. Ну, вот и сам Пакрафт, как видно, он занимает от силы половину пространства в этом рюкзаке. Кроме того, в рюкзаке разместились якорь-парашют. Ведро рыбакан. Якорь-ка-якорь-лайт. А в том мешке находятся насосы, эхолот, дополнительные элементы одежды, если сильно похолодает, и какая-никакая провизия. Суммарный вес всего этого хозяйства порядка 10-11 килограммов. Из них 5,5 килограммов эта лодка. Очередное мое приобретение – маленький 140-граммовый электрический насосик. По сравнению с предыдущим насосом, беленьким, который я использовал, этот имеет встроенный аккумулятор и более высокую мощность накачки. Засекаем время, за сколько надуется эта лодка с помощью этого маленького насоса. 15-24. Видно, как просто на глазах лодка надувается. Очень-очень быстро качает этот маленький электрический насосик. Начинал 15-23, сейчас 15-27. Лодка меньше, чем за 4 минуты накачана. Ставим, я считаю, обязательный элемент оснащения любых плоскодонных каяков – это стабилизатор курсовой устойчивости. До рабочего давления. Покрафт можно надуть даже ртом. Но из гигиенических соображений я предпочитаю использовать легенький, около 200 грамм весящий насос. Эхолот Практик 7. На данный момент я его считаю лучшим эхолотом для комплектования легких рыболовных байдарок и покрафтов. И вот почему. При весе около 200 граммов он не требует громоздкого питания, как обычно требуют эхолоты. От встроенной аккумуляторной батареи он работает почти сутки. При этом он совершенно адекватно на любых каячных и не только каячных скоростях показывает и рельеф, и наличие рыбы. Он водонепроницаемый. И что мне особенно нравится, он отлично сочетается с оранжевыми элементами моего бигфишпака. Но оранжевые элементы здесь неспроста. Это сделано для того, чтобы вы не потеряли его, например, на зимней рыбалке в снегу. Это очень разумное решение. Для установки эхолота у меня здесь предусмотрено очень удобно расположенное колечко. А датчик закрепляется в специально разработанном держателе, который позволяет ориентировать датчик в воде строго вниз, что требуется для точного измерения всех подводных параметров. То есть для указания глубины, отрисовки рельефа и поиска рыбы. Каякарь. Самый удобный якорь для каяков. Почему? Потому что он ничего не весит, пока он в транспортном положении. А когда его наполняют мокрым песочком, то тогда он уже приобретает вес. Зачем таскать с собой 2-3 килограмма железа, если можно 200-300 граммов? Ну давайте я тебе расскажу, почему так хорош Big Fish Pack, как я и обещал. Это рыболовный пакрафт, но являющийся по своему форм-фактору каяком. Такая формулировка произошла из-за того, что соотношение размера и веса лодки соответствует больше пакрафтов. По форме и по размерам это, безусловно, каяк. Длина лодки 375 сантиметров. Ширина 110 сантиметров. А когда его распирает вот эта вот сидушка, то ширина увеличивается до 112-113 сантиметров. Тем не менее, оптимальная форма баллонов и оптимальная высота посадки дают возможность очень комфортно грести с помощью байдарочного весла. Диаметр баллонов больше, чем у любых пакрафтов. 35 сантиметров. А с учетом того, что ТПУ ткань растягивается, 36 сантиметров. Что это нам дает? Во-первых, это дает превосходную мореходность. Это каяк морского класса, на котором можно выходить в достаточно серьезное волнение. Во-вторых, этот пакрафт наилучшим образом подходит для тяжеловесов. Почему? Потому что если мы сядем по центру лодки в надувную лодку, сделанную из тонкой ткани и имеющую баллон до 30 сантиметров, то ее вот в этом месте начнет ломать. И что для этого придется сделать? И для этого придется накачивать ее более высоким давлением. Тонкая ТПУ ткань имеет гораздо большую прочность, чем даже более толстые ПВХ ткани, когда она не сильно напряжена. Давление до 0,15 атмосфер это самое, что ни на есть, идеальное рабочее давление для таких лодок. Очень плавные каячные обводы дают возможность разогнаться до весьма высоких для пакрафта скоростей. 7,5 км в час для этой лодки не предел. Если постараться, можно идти еще быстрее. Крейсерская скорость примерно 5,5 км в час, что для пакрафта очень много. Пакрафт оборудован регулируемым сидением со спинкой. Надувная спинка очень хорошо поддерживает спину. При этом все сидение в сборе весит около 400 граммов. В лодке установлено 4 спиннинга держателя. Леерная обвязка. Но в данном случае я леер снял, потому что все-таки он достаточно много весит. И вместо леерной обвязки я поставил подвижную якорную оснастку. Что такое подвижная якорная оснастка? Это система из продетой кольцом веревки, которая позволяет, прямо находясь в центре в кокпите, двигать якорь в нужное положение. От носа до кормы. Вот лодка готова к выходу. Самокат закреплен на специально сделанный гамачок. Пишите в комментариях, пустит ли такой гамачок в серию. Он пока у меня только в единственном экземпляре. Очень хороший вариант для перевозки каких-то тяжелых компактных грузов. Если просто тяжелый груз, типа аккумулятора, самоката или чего-либо подобного, расположить на днище, то днище прогнется вниз и ходовые характеристики будут испорчены. Ходовые характеристики Биг Фиш Пака меня радуют на каждой рыбалке. Лодка очень ходкая, легко идет под байдарочным веслом. Нет никаких проблем ни с ее шириной, ни с избыточной, как говорят, парусностью. Скорость лодки соответствует скорости хороших каяков. Она обгоняет любые весельные рыболовные грибнушки. Позволяет дойти до точки раньше, чем другие. Такое тоже бывает нужно. Она безопасна на волне. Ее чрезвычайно сложно перевернуть. Я летом проводил тест, пытался перевернуть Биг Фиш Пак как раз в этом самом месте. И у меня не вышло. Я только из него выпал. Такой значительный объем баллонов обеспечивает прекрасную грузоподъемность. Сколько бы не было написано на сайте, но реальная грузоподъемность лодки гораздо больше 300 килограммов. Мы занижаем это значение на сайте для того, чтобы народ не геройствовал. А что, правду говорят, акушка на 4 метрах нашли? Не знаю, где-то ловят, а где ловят. Пять надо. В этих местах чаще ловят... О! Хотел сказать, что в этих местах чаще ловят на дорожку. Но у меня, я смотрю, и джиг сработал. Потлевка была. И, скорее всего, небольшой окушок. Да, небольшой окушок. Если попасть на пятно голодного окуня, то приманка даже не будет успевать до дна долетать. Вот прямо как вот в этом случае. Спиннинг гнется в дугу. Ну, какая-то рыба там активно шевелится. Рыбка такая хорошая, приятная. Да, это такой приятный окушок. Грамм на 250. Я думаю, даже таких окушков я буду брать. Почему бы мне сегодня не сделать какое-нибудь окуневое кушанье? Еще поклевка. Еще рыба ходит на крючке. Ну, такой окушок маловат будет. Пока на катушке бороду распутывал, здесь уже рыба сидит. Вот те раз. А борода – это проблема из-за активного использования вертушек без вертлюжка. Тоже очень неплохой окушок. Ну, все, уха у меня уже будет. Судя по звуку мотора, это четырехтактный Сузуки два с половиной. Я просто себя проверить решил, по звуку думаю, Сузуки два с половиной или нет. Точно Сузуки два с половиной. Не, я джигом ловлю. Там что-нибудь есть? Слабо. А может, и те на джига поймали? Ну, вот я уже к ним подкнул, уже плохо стал бы. Они хорошо поймали. Окуня? То есть окунь на шести метрах все. На шести метрах, говорят? Окунь. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот я и на шести метрах. Вот сейчас я вместо якоря-каякоря использую якорь-парашют. Закинул его с левого борта. Лодку развернуло в комфортном мне направлении заброса. И она очень-очень медленно дрейфует. Практически стоит на месте. Так и работает якорь-парашют. Он на стоячей воде резко замедляет ветровую скорость дрейфа. Рекомендую для тех, кто занимается вот такого рода поисковой рыбалкой в дрейфе. Джигом. Это один из самых эффективных методов джиговой ловли, когда неясно, где стоит рыба. И искать ее надо непосредственно проловом достаточно обширной территории. Для этого лодка ставится так, чтобы она могла пройти по ветру в перспективном направлении. И осуществляется обычный джиговый облов. Якорь-парашют вместил в себя много-много литров воды. Его не так просто вытащить. Но есть вот такая оранжевая тоненькая веревочка, за которую мы тянем. Якорь-парашют складывается и в виде влажной тряпочки поднимается в кокпит. Легко и непринужденно. Вот смотрите наглядно. Показываю как раз на нос лодки, на какие-то наземные ориентиры. Как двигая подвижную якорную оснастку, я могу нос лодки перемещать куда мне нужно. Вот смотрите. Я теперь лодку направляю туда, вперед. Вот сдвинул якорь в нос и могу забрасывать вдоль берега. Если хочу переместить в обратном направлении, тяну за якорную оснастку и лодка сейчас у меня развернется вот куда-то туда. А над водой горит чудесный закат. Снизу такой темный, практически бордовый. Сверху становится все ярче и ярче. Напоминает даже какой-то взрыв или огонь. Красота неимоверная. Вот не знаю, как камера передаст или нет. Я еще на вторую камеру попробовал это заснять. В общем, посмотрим, когда приеду домой. Я поймал штук 10, но в основном мелочь. Взял штуки тоже 4. Ну, типа байдарки, да. Пересыпьте-то. Такая хорошая мореходная байдарочка. Она и хорошо идет, да? Да. И весит всего 5 килограмм. Сейчас уже стемнеет. У меня есть от силы где-то минут 15-20, чтобы собраться с комфортом. Поэтому пойду-ка я в берег. Погоняй муточек. Да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Люблю осенние электрички. Никого нет. Едешь почти в гордом одиночестве. Рыбалка была классной, но недолгой. Еду домой. С вами был Андрей Сонар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.